МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Вот кто-то с горочки спустился. Мальчик там едет и вырезается в столб затылком. Специалисты в очередной раз напоминают о детской безопасности. Так чем опасен тюбинг? Полезный девайс. Проснулся от громкого звука, сработавшего автономного пожарного извещателя. В Абройском районе едва не погиб пенсионер. Кто еще попал в сводки МЧС? Кому лыжи, кому коньки. После спячки проснулись любители зимних видов спорта. Хотелось попробовать что-то новое. Сколько стоит прокат инвентаря? А также сфера интересов, выход из красной зоны и осторожно детям. Госавтоинспекция усилила контроль за движением вблизи школ, что послужило причиной. Ватрушка может быть опасной. В Беларуси участились травмы, полученные во время катания на горках. Только за три дня в больнице страны с черепно-мозговыми поступили 60 детей. Так как обезопасить своего ребенка подробности прямо сейчас. Вторник, два часа дня. На горку возле санатория Ленина пока еще подтягиваются дети. Кто-то несет с собой ледянку, кто-то санки, а кто-то нынче модный тюбинг или так называемую ватрушку. А много детей на тюбингах катаются? Ну да. А видел, может кто-нибудь там падал с него или что-нибудь с каким-то травмом получал? Было такое, врезался куда-нибудь? Было. Поднимаюсь, когда приехал, мальчик там едет и вырезается в столб затылком. Что потом было? Он, короче, плакал и родители с ним ушли. А на ледянке как ездить, расскажи? Ну, тоже не очень безопасно, но нормально все равно. Может быть видел, кто-то там падал, как-то себе ударялся, что-то было такое? Ну, да, когда много народу было. Ну, что было, расскажи. Ну, все почти падали, ударялись друг об друга. Это очень круто, потому что уже два года почти не было снега этого, и как только начался он, уже хочется не упустить момент. Впрочем, такая же ситуация и на другом конце города, рядом с молодежным парком. Только здесь уже побольше ребятни. Многие родители, кажется, и не подозревают, насколько опасны могут быть зимние забавы для их чад. Только за три дня порядка 60 маленьких белорусов получили черепно-мозговые травмы. Практически все, как один, катались на надувных санях. Медики констатируют, за последние пять лет так называемая тюбинговая травма вышла на первое место. Как вам горка рассказывается? Нормально, нормально. А не страшно кататься? Нет, чуть-чуть. Они ударялись, они не больно, ничего? Ударялись, но не больно. Стоп врезалась. Здесь? Ну, тихонько, за сделок. А мама с вами разрешает ходить на горку? Да? Да. А не боитесь, что покалечитесь? Я считаю, что одних нельзя пускать. Почему? Ну, потому что это опасно. И с родителями тоже опасно, надо смотреть в оба. А как относитесь к тюбингам? У нас они есть, но, в принципе, положительно, если я считаю, что горка безопасная. В основном мы ходим на пятом микрорайоне, там маленькая она, то есть... Но и безопасная, чем эта, да? Да, да. Поэтому мы на попе сегодня. Класс. Вообще, идеально кататься. Понравилось, да? Да. А не страшно? Нет. А вот смотрите, так близко к дороге подъехали. Не страшно, что вы можете вылететь на... Нет, она не доезжает. Она не доезжает. А родители пускают одних? Да. Ну, да. Да? Страшно? Нет. А что, без шапки, без рукавичек? Забыл. Первая жертва несанкционированных горок уже зафиксирована в Минской области. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства гибели 10-летнего мальчика в Пуховичском районе. В воскресенье днем ребенок ушел кататься вместе с 14-летней девочкой. Однако подружка домой вернулась, а мальчик нет. Родители забили в колокола. Позже сотрудники МЧС обнаружили тело ребенка в заброшенном очистном колодце. Там же была его шапка, а рядом лежала куртка и пластиковая ледянка. Горка не должна заканчиваться автомобильной дорогой, водоемом, забором или деревом. При выборе горки нужно обратить внимание перед спуском, чтобы не было осколков разбитого стекла, торчащих камней, коряк, трамплинов. Всего того, что он нас может травмировать. Ну и на горке необходимо соблюдать дисциплину. Прежде чем спускаться, обязательно убедиться, что предыдущие спускающиеся уже отошли в сторону. Очень популярны тюбинги. Насколько они популярны, настолько они опасны, потому что развивают огромную скорость. И практически они неуправляемые. Об опасности тюбинга медики начали говорить еще зимой 19-го. Предлагали ограничить их продажу. Именно тогда, во время катаний, погиб 24-летний белорус. В этом же сезоне были зафиксированы сотни травм по всей республике. Все дело в том, что тюбинг неконтролируем. Его невозможно остановить, затормозить или повернуть. А значит, дети не в состоянии следить за ситуацией. Что касается горок, конечно, кататься только в строго определенных местах, на каких-то средствах, которые, ну скажем так, более безопасны. В первую очередь опасность стоит не только в снеге, но и в гололеде. Это самая главная опасность, потому что повреждения после травм, полученных после катания с горок, не так часто встречаются в данный момент. Потому что в Абрусске не так много горок. Однако именно ватрушки сметают с полок магазинов, как горячие пирожки. Только задумайтесь, надувные санки могут разгоняться аж до 100 км в час. Поэтому для таких забав нужно выбирать горки с уклоном не больше 20 градусов. Малыши до 8 лет и вовсе не должны находиться на снежных спусках и возвышенностях одни. Главное, чтобы безобидные забавы не превратились в настоящую трагедию. Мария Бресневич, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Абруск, 360. В Беларуси выздоровели выписаны 197 851 пациент с COVID-19. Зафиксированы 215 724 человека с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 4 144 027 исследований. Такие данные приводит Минздрав. Белорусские больницы начали выходить из режима красной зоны, но с небольшой оглядкой на случай после новогодних сюрпризов. В Гомеле к привычной работе уже вернулись корпусы онкологического и кожно-венерологического диспансеров, а также областной госпиталь для инвалидов. В регионах снижается число заболевших коронавирусом, однако ограничительные меры пока сохраняются. В стране по-прежнему обязательное ношение масок и социальная ответственность, дистанцирование и дезинфекция. Контроль на дорогах, итоги марафона и морозная зима. Синоптики прогнозируют существенное похолодание, насколько опустятся столбики термометров. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. На 1986 году ушел из жизни почетный патриарший экзарксия Беларуси митрополит Филарет. Он возглавлял Беларускую православную церковь на протяжении 20 лет. Владыка Филарет стал основателем Первой православной духовной академии, а также по его благословению начал функционировать Дом Милосердия. В 2006 Филарет получил звание Героя Беларуси. За исключительный вклад в духовное возрождение белорусского народа по делам своим был награжден Орденом Франциска Скорина, а также Орденом Дружбы Народов. Госавтоинспекция усилила контроль за движением вблизи школ. Окончание зимних каникул и начало учебы – время особого внимания. Дорога и место повышенной опасности – один из основных рисков увеличения интенсивности движения транспорта возле школ до и после урок. Особое внимание – перевозке маленьких пассажиров. Инспекторы проверяют наличие в машине удерживающих кресел, а также следя за тем, чтобы взрослые пристегивали несовершеннолетних ремнями безопасности. Более 800 тысяч ребят со всей страны приняли участие в благотворительной акции «Наши дети». Из них 15 тысяч на республиканском уровне. Таковы итоги марафона «Добрых дел». На протяжении месяца руководители госорганов и предприятий, бизнесмены и просто неравнодушные, дарили праздник и помогали осуществиться заветным мечтам. Кроме сладких подарков, дети получили бытовую технику, планшеты, спортивное оборудование и тренажеры. Морозы до минус 25 градусов ожидаются в стране на этой неделе. Об этом рассказали синоптики. В предстоящей неделе Белоруссия ознаменуется приходом настоящей зимы. Атмосферные фронты от североатлантических циклонов будут формировать осадки в виде снега. Свети с распространением холодных воздушных масс северных широт существенно похолодают. Особенно 15-17 января. Проснулся от шума ни свет ни заря. Автономный пожарный извещатель спас жизнь пенсионеру в Бавруйском районе. Пожар в Осово случился сегодня ночью в полтретьего. На номер 112 позвонил сосед. Когда спасатели прибыли на место, уже вовсю полыхала крыша. Пенсионер 1938 года рождения проснулся от громкого звука, сработавшего автономного пожарного извещателя. обнаружил задумление и самостоятельно вышел через дверь на улицу. Бригадой скорой медицинской помощи мужчина был осмотрен и доставлен в больницу с диагнозом отравления продуктами горения. В результате пожара уничтожено кровля и перекрытие, обуглены стены, повреждено имущество. Причина пожара устанавливается. На прошлой неделе также зафиксировано два пожара. В обоих случаях горели авто. В переулке Репина полыхала Рено, а наручейные – Вольво. В обоих ЧП обошлось без пострадавших. Вероятнее всего, причинами стали техническая неисправность и аварийный режим электропроводки. Зима – время спорта. Сотни горожан уже успели опробовать снег и прокатиться на лыжах. Наличие своего инвентаря не обязательно. В городе работает прокат. В скором времени зальют хоккейные коробки и открытые ледовые площадки, куда отправиться оттачивать мастерство, узнал Максим Кембель. Семья Кислюк сегодня решила заехать в прокат. Чисто спортивный интерес. Пока муж Александр, как опытный спортсмен, внимательно разглядывает инвентарь, мама Виктория примеряет обувь. Подход самый серьезный, обмундирование должно быть удобное. Впереди километры лыжни. Захотелось попробовать что-то новое. Вот муж раньше катался, и мне захотелось вместе с ним. Катались? Ну, один раз только на физкультуре. Все. И то так. Чуть-чуть. Ну и страшно сейчас будет на лыжи становиться? Нет. Любители холодных видов спорта нынче хоть отбавляет. В город наконец-то пришла настоящая зима. Снежный покров 27 сантиметров, поэтому из-за кромов многие уже достали санки, лыжи, коньки. А вот у кого нет личного инвентаря, к вашим услугам прокат. На Пушкино 190 вы найдете все необходимое. Например, лыжи. Час аренды будет стоить 1 рубль 46 копеек. Умножаем на 24, получается чуть больше 35 рублей. Такова цена за сутки. Инвентарь здесь исключительно made in Belarus, телеханы. Оборудование на руках, идем кататься. В Бобруйске три трассы. В городском парке, на территории Саннатория имени Ленина и около Ледового дворца. Не забудут и про любителей хоккея. Всех желающих ждут 14 специализированных площадок, вот таких коробок по всему городу. Уже самое ближайшее время здесь зальют люд, и каждый сможет насладиться любимой игрой. Для тех, кто с клюшкой на «вы», есть вариант просто покататься на коньках. Девять открытых ледовых площадок вам в этом помогут. С адресами можно ознакомиться на сайте горисполкома в разделе «Спорт». Также зима 2021 вернула горожанам не только должок по снегу, но и возможность проведения спортивного праздника. А бы не было зимы, а все время лета, мы б не знали путь тюрьмы. На вагоне этой, не спешил бы Дед Мороз к нам через ухавы. Лед на речке бы не займется, кавы-кавы-бабы. 23 января пройдет Бобруйская лыжня. Место встречи изменить нельзя. Трасса у Ледового дворца. Там могут принять участие все желающие. Будут создаваться команды среди учащихся среднего общего образования, среди учащихся колледжей. Если придете без инвентаря, не страшно. Во время Бобруйской лыжни будет работать прокат. Главное – это хорошее настроение. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok